Я с удовольствием приветствую своих коллег и товарищей здесь у нас в Государственной Думе и считаю, что нынешние встречи имеют особое значение. Вначале, почему мы придаем взаимодействию с партиями и фракциями, независимо от их политической ориентации на просторах нашей бывшей общей Родины, почему придаем особый смысл и значение. Я специально в свое время готовил записку президенту, сокрытую о 12 кризисах, которые потрясли планету за последние 200 лет. Два последних системных привели к двум мировым войнам. Из одной войны вытащил Великий Октябрь и из второй Великой Победы. Третья война началась в 2008 году с нового системного кризиса, который, к сожалению, продолжает углубляться. Если американцы выйдут из договора по ракетам средней и малой дальности, фактически ликвидируются пять крупнейших договоров соглашений за последние 50 лет, и мы станем перед новой реальностью. Хотя война уже в сфере информационной, санкционной, в сфере, связанной с психологическим противоборством, идет на полную катушку. Недавно американцы оштрафовали крупнейший банк Франции Софьетель-Жемирель на миллиард 340 миллионов только за то, что те продолжают проводить транзакции с Ираном, Кубой и Суданом. Нас в ближайшие полгода ждут подобные операции. Мы обязаны все вместе быть к ним обстоятельно готовы. Надо иметь в виду, что на следующей неделе, в день, когда, по сути дела, начнется встреча 20-ки, будут планеты отмечать 75-ю годовщину знаменитой тегеранской встречи. Хотел бы напомнить, что американцы нас с вами не признавали до 1933 года, но потом, когда запахло фашизмом, они не только признали, Рузвельт предложил несколько мест Сталину для переговоров, для того, чтобы выбрать, выработать общую политику. Сталин ему ответил, хотя было предложено 7 мест, он дальше тегерана в условиях войны поехать не может. Рузвельт отказался, но через 3 дня, согласившись, преодолел 17 тысяч километров для того, чтобы договориться о принципиальных вопросах. Первый – о втором фронте, в том числе и нашем фронте против Японии. И второй вопрос – как выстроить международные отношения после войны. Это уберегло мир почти на 50 лет. Одному из наших оппонентов хватило мудрости и воли, чтобы принять историческое решение. На мой взгляд, мы стоим перед нечто похожим, потому что каждый из нас в одиночку не выплавит, что бы кто ни говорил. И для того, чтобы конкурировать в современном мире, надо иметь за плечами минимум 200 миллионов человек, согласных работать по общим правилам, общим законам и двигаться в общем направлении. Я считаю, что президент у нас в послании поставил исключительно важную задачу – выйти на мировые темпы 3,5%, победить бедность, что принципиально важно у нас 57%, или уже бедное, или полунищего населения. И третья задача – прорваться в суперсовременных технологиях. В ближайшее время для нас с вами станут три задачи. Иметь качественное образование и науку, иначе мы продуемся подряд. Китайцы за 10 лет увеличили объем производства на 101%, мы на 4%, американцы на 16%, кто бы что тут не говорил. Второе – 20% населения обеспечит развитие мировой экономики, 80% будут выкатся и искать себе работу. И третье – лимитирует всех сырье. 30% стратегического сырья находится на территории Российской Федерации. Если мы с вами складываем потенциалы, мы конкуренты, мы можем уверенно смотреть в будущее и быть безопасными. К сожалению, последний опыт показывает, что это идет с большим трудом и скрипом. Каждый надеется на свой огород, но огород этот не очень поможет. В этой связи мы максимально координируем со своими левыми. К нам на 100-летие Великого Октября приезжало 132 делегации. Из них было 600 человек, половину парламентариев, представляющих все парламенты мира. Благодарим ваши парламенты. Все присылали, все активно участвовали, выступали. Все поддержали Россию по Крыму, по Севастополю. Все откликнулись на призыв помочь страдающим Донбассу, который нас прикрывает от нацистов и бандеровцев. И все согласились с тем, чтобы максимально скоординировать свою работу на ближайшее время. Вот сейчас только что в Кремлевском дворце отмечали 100-летие комсомола. 10 тысяч заявок было. Были представители всех ваших регионов, областей. И, должен сказать, выступали как общие команды. Что касается конкретных наших предложений, мы подготовили программу «10 шагов». Заностили ее 12 конкретными законами. Предложили программу бюджета развития в 25 триллионов. К сожалению, тот бюджет, который приняли, на эти параметры не выходит. Если выйдем на темпы 3,5 и выше, будем уверены все вместе развиваться. Но под это нужно качественное законодательство по образованию, науке и взаимной кооперации. Мы максимально открыты для решения этих проблем. Недавно здесь провели слушание. В свое время выступали с законами о промышленной политике, о стратегическом планировании, о образовании для всех, о оказании реальной помощи и развитии сельского хозяйства. Мы считаем уникальный опыт здесь есть у Белоруссии. Прекрасный опыт Казахстана. Много интересного кооперации с другими республиками и парламентами. Леонид Иванович активно ведет эту работу. Мельников, он ушел у нас, координирует ее. И по распределению обязанностей взаимодействия с нашими коллегами. Мы с парламентами и руководителями подписали договоры с Китаем. Он почти 20 лет действует. Проводим там стажировок своих депутатов, молодежных лидеров, журналистов. С Вьетнамом, Индией, ЮАР, Бразилией. Те, кто в Бриксе координирует с нами работу, помогают нам всем выбраться из тяжелого кризиса и системных угроз. Так что с удовольствием, независимо от политической ориентации, готовы представить свои материалы и активно сотрудничать. Так пожелаем успехов и благодарим вас.